Привет, друзья! Сегодня я расскажу о том, как я делаю эту иллюстрацию. Она нарисована на планшете Ваком в фотошопе. Это моя выпускная работа. Я расскажу о тонкостях ее создания, о вопросах, с которыми я столкнулась. Да, я пока не профессионал, но думаю, что это видео будет полезно таким же начинающим, как я. Потому что крутые и классные художники не всегда осознают, что непонятно новичкам, так как им кажется это элементарным. Я как человек, только что прошедший через все эти трудности, хочу с вами поделиться всеми интересными и важными моментами. Нужно упомянуть, что эту работу я делала в рамках образовательного курса, и нужно было изобразить персонажа для своей выпускной работы. Я сразу знала, что главным действующим лицом у меня будет пират. В начале своего курса я сама себе задала такие рамки. Я решила, что все задания у меня будут на пиратскую тематику. Поэтому изначально я сделала три эскиза, и все они были с пиратами. Точнее, эскизов я сделала больше, но отправила на обзор только три. На что я делала упор в процессе работы? Во-первых, это ракурс. Мне хотелось сделать что-то интересное, нелинейное. Выбрать какой-нибудь интересный ракурс, тем самым бросить себе вызов и изобразить персонажа в интересной позе. Так появились вот такие эскизы. Первый эскиз – это пират на корабле. В результате этого эскиза я решила отказаться, потому что я не поощряю пьянство, и я подумала, что не нужно в своих иллюстрациях такого обилия спиртных напитков. В общем, я решила сделать выбор в пользу других картинок. Вот второй эскиз. Здесь пират стоит на носу корабля, вот в таком сложном ракурсе снизу. Третий ракурс сбоку. Также пират смотрит вперед. Здесь уже больше рассказана история. Чуть дальше я расскажу более подробно об этом. Вот четвертый вариант – пират-мышонок. Я решила отступить от темы человека. Кто сказал, что персонаж обязательно должен быть человеком? И сделала мышонка пиратом. Такой был первый набросок. Потом я решила, что нужно больше действия, больше динамики, и нарисовала второй набросок. Вы уже заметили, что мне нравятся сменоги и их щупальца. Я добавляю их почти в каждый эскиз. Вот такие три варианта, последних три варианта с мышонком, с пиратом, с пиратом на носу корабля я отправила на обзор. В результате я решила выбрать мышонка. Почему? Потому что, во-первых, мне интересно было поработать с водой как с материалом, ее цвет, текстура. Во-вторых, и может быть и в главных. Я поняла, что нужно ставить для себя какие-то определенные вызовы или цели, но выполнимые, иначе ты никогда их не достигнешь. Поэтому я решила взять мышонка. На нем, мне показалось, будет проще отработать все приемы. И я точно знала, что у меня это точно получится. По поводу человека, у меня не то, чтобы не было такой уверенности. Я просто не была уверена, что сделаю это достаточно хорошо. Какой вариант выбрали бы вы из этих трех эскизов? Отпишитесь мне в комментариях. Я обязательно все почитаю. Дальше я начала прорисовывать свой эскиз. Мужонку я придала больше динамики. Он подался вперед в выпаде. Это придало ему больше жизни. Вот такой вот у меня получился ракурс. Во-вторых, на что следует обратить внимание в таких работах, это сюжет. Нужно не просто изобразить что-то, а еще постараться рассказать историю, чтобы в голове у зрителя сложился небольшой сюжет. Например, давайте разберем эскиз с пиратом. Вроде бы казалось, просто персонаж стоит в центре изображения, но мы видим карту, мы видим подзорную трубу. И сразу понимаем, что он смотрит вперед, то его корабль плывет вперед, и возможно он плывет за сокровищами, которые на карте отмечены крестом. Хотя самих сокровищ мы не видим. И наш мозг сам додумывает эту историю по вот таким вот хлебным крошкам, таким как карта, подзорная труба, даже парус, надутый ветром, как бы тоже показывает, что корабль плывет вперед, и причем плывет довольно-таки быстро, потому что парус прям раздут, ну под самую, по-моему, под завязку. Что касается мышонка, тоже мы видим интересную историю. Видим, что он на плоту, плод окружен водой, что мышонок сражается, что он храбрый, смелый, что он бросает вызов даже такому грозному врагу. Он защищает свой маленький кусок сыра, хотя сам мышонок гораздо меньше того же осьминога. Каждый этап я отправляла преподавателю. Дальше у меня был набросок по цвету. Вот так он выглядит. В этом углу я сделала наброски воды, подобрала цвета, которым я буду рисовать воду. Конечно, не обошлось без референсов. Я смотрела на работу других художников, на реальные фото океана и вообще воды. И вот, собственно, третья вещь, которой я уделила много внимания, это цвет и подбор референсов. На начальном этапе очень важно и очень помогает брать работу других художников и пипеткой тапать цвета, смотреть палитру, анализировать, какие цвета использовали другие более опытные художники. Для подбора палитры очень помогает сайт InColorBalance. Свою палитру я подобрала именно там. Вот так вот он пишется. До этого я сидела на ArtStation и смотрела работу других художников, тоже связанной с водой. Я подбирала приблизительные цветовые схемы, которые мне нравятся. Вот, например, как такая. Или вот такая. Или вот такая. Здесь, кстати, даже вода. Поэтому я сохранила себе эту картинку. Извините, я не всех авторов запомнила, но вот здесь, например, подписано, чья работа. А здесь, к сожалению... А, вот здесь тоже. Здесь, к сожалению, нет. Вот здесь вот пират, ну, которого я сохранила себе для вдохновения. В общем, я точно знала, что хочу какую-то подобную цветовую палитру. И на сайте InColorBalance просто выбрала голубой цвет. Все цвета, которые мне вот подбирались, они вот с таким вот бирюзово-голубым цветом выпадали. И я выбрала вот такое сочетание. Потому что знала, что у меня есть цвет воды, плюс мышонок и плотани какого-то такого теплого цвета. И сыр желтого. Поэтому мне показалось, что эта палитра подходит мне идеально. Поэтому я ее вот здесь вот проплатила. Подойдут также другие любые сайты, которые выдают, готовят цветовую палитру по загруженному изображению. Вы можете загрузить любое понравившееся вам изображение, например, такое, на этот сайт. И он выдаст вам набор из отрода пяти цветов, из которых состоит это изображение. Так вот, мой совет. Постарайтесь подобрать побольше референсов для разных материалов и для разных объектов. В своей работе я подбирала референсы мыша. Самого мыша. Мне нужно было посмотреть, во-первых, какой у него хвост. Потом я подбирала референсы воды, референс текстура дерева, плюс щупальца осьминога и изображение воды. Изначально щупальца были оранжевыми. И когда я скинула этот скетч преподавателю, он посоветовал мне сделать их другого цвета, что в итоге оказалось действительно лучше. В процессе работы я их изменила. Еще одна причина изменения цвета щупалец это просмотр работы в черно-белом варианте. Если мы переведем этот рисунок в черно-белый вариант, мы видим, что мышь, которая должна быть центром композиции, выделяться на рисунке, он слился с плотом, плот слился с водой, вода слилась с щупальцами, и все это образовало такое одно сплошное, однотонное пятно. Используйте этот прием, перевод в ЧБ, чтобы оценить, как работа выполнена в тоновом решении, оценить цвета тени и так далее. Так что мне пришлось затемнять плот, мне пришлось затемнять щупальца, чтобы поправить свою работу. Ближе к завершению работы я также перевела рисунок в черно-белый вариант. И посмотрите, что я упустила. Вроде бы все хорошо, плот очень объемный, вода прорисована. Мы видим, что центр композиции более освещен, чем края, но сам мышонок на фоне всего смотрится очень плоским и непрорисованным. Также вот эта щупальца, которая почему-то оказалась светлее фона, хотя она должна быть темнее фона, выбивается из общего рисунка. Когда ты долго рисуешь один и тот же рисунок, глаз может, как говорится, замылиться, и ты просто не видишь очевидных вещей. Вот здесь вот я поправила светотень мышонка, и теперь он вписался в наш рисунок полностью. Здесь я уже поправила щупальца. Также мне пришлось поправить композицию. Вот эта вот белая полоска, мне пришлось дорисовать здесь еще щупальца и поставить щупальца на заднем фоне, чтобы композиция не перевешивала вправо. Четвертый мой совет – это рисовать от общего к частному. Не останавливайтесь на чем-то одном, рисуйте все одновременно, иначе вы рискуете потерять целостность своей работы и придется потом исправлять уже нарисованное. Еще один момент, про который не менее важный, а может быть и более важный, его надо было сказать первее всех, это вот такие вот визуальные направляющие. Благодаря им взгляд зрителя двигается к нашему центру, к нашему герою, к нашему персонажу. Даже волны имеют как бы направление, и все эти стрелки направлены на то, чтобы взгляд зрителя переходил к центру композиции, то есть к нашему персонажу. В общем-то, про главное я сказала, и теперь немножко о мелочах. Отдельно хочется сказать про воду, что я ее не прорисовывала, не прорисовывала с фотографической точностью. Я просто взяла кисть с нажимом 30% и рисовала ее мазками. Плюс белым уточнила гребешки волн и место, где волны соприкасаются с объектом. Результат меня устроил. Мне кажется, получилась очень живописная вода. Второй момент, это мокрое пятно. Эффект мокрого пятна я сделала, взяв цвет дерева, на тон темнее. Ведь, по сути, все мокрые предметы темнеют. Вспомните хотя бы сухой и мокрый асфальт. Плюс сверху я добавила невысохшую лужу такого же цвета, как у меня вода. Третий момент, это мокрые склизки щупальца. Их я показывала бликами. Четвертое, это шерсть. Я не прорисовывала каждую волосинку отдельно, только общий их силуэт. То есть, вот здесь на ремне сразу создается впечатление, что ремень в шерсти. Вот здесь, здесь, немножко вот на лбу. И опять же, кисть с 30% нажимом вот такой вот эффект шерсти создает. В самом конце я добавила эффект освещения. В моем случае это уместно, потому что центр у меня освещенный. А по краям темно. Давайте я все-таки покажу этот эффект. Рендеринг, эффект освещения. Вот так это все выглядит. Здесь можно регулировать, соответственно, радиус, размер, цвет. И вот центр у меня освещенный. И по краям у меня более темный. Более темный цвет. И плюс в процессе самой работы намеренно. Я выделяла воду в центре ярче, а по краям делала воду темнее. И эффект вот этого освещения, он только подчеркнул. Вот это вот свечение воды в центре. Ну вот и все, что я хотела сказать об этой работе. Работа хоть и не сильно большая, но очень много моментов, с которыми я сама для себя разобралась. И подведу итог, еще раз проговорив все мои советы. Во-первых, строите интересный ракурс. Во-вторых, думайте про сюжет. В-третьих, выбирайте референсы для самой работы и для цвета в работе. И четвертое, рисуйте от общего к частному. Если вам понравилась моя работа и этот героический мешонок, то заходите ко мне на страничку Behance и ставьте пальчик вверх. Я очень старалась, и мне будет очень приятно. А теперь немножко скажу про стоки и про диджитал для стоков. Для тех, кто рисует на планшете и кто спрашивал меня, можно ли выкладывать работы на сток, нарисованные именно цифровым способом, то у меня для вас хорошие новости. Конечно, можно и нужно. В частности, на стоках уже лежит достаточно много ассетов для игр, например, плюс иконки, плюс ачивки, и прочие иллюстрации. Также там есть персонажи на игровую тематику, которые могут пригодиться при создании игровых уровней, интерфейсов и самой игры. Правда, насколько такие иллюстрации востребованы и хорошо ли они продаются, я пока не знаю. Я хочу обязательно выяснить это и выложить что-то подобное. Если из вас кто-то что-то подобное продает на стоках, вы, пожалуйста, отпишитесь. Мне очень интересный. И если вам понравилось или чем-то помогло это видео, не забудьте тоже его оценить. Подписывайтесь на канал. Плюс всем желаю продуктивной недели, хороших продаж. И пока-пока!